Мотосезон открыли во Владивостоке. Традиционная встреча байкеров прошла на центральной площади города. Там собрались сотни любителей двух колес. Тут целый космос. Вы что, ну как это? Это мой друг, это все, это моя жизнь. Это моя жизнь. Я не могу без мотоцикла. Я думаю, кто здесь присутствует, тоже не может без этого увлечения. Но это жизнь наша. На открытие сезона приехали не только байкеры из Владивостока, но и из других городов Приморья и всего Дальнего Востока. В прошлом году уже и Приморье объездили, и Хабаровский край объездили. В этом у нас поездка на Байкал запланирована. Так что катаемся, получаем впечатления, получаем эмоции. Живем дальше. Фестиваль традиционно порадовал ревом моторов и блеском металла. Кроме того, для гостей подготовили показательные выступления мотогонщиков, конкурсы и музыкальный подарок от групп Уикенд и Коин. Чопперы, стандарты, лежаки. Мототехника была выстроена в ряд, чтобы гости могли оценить ее мощь. Среди байкеров можно было увидеть представителей нескольких поколений. У каждого мотоциклиста, кто приехал на площадь, своя история. В 2014 году мы сидели с моим другом, обсуждали какие-то темы, и он говорит, что я хочу стать мотоциклистом. А почему бы и нет? Пошел учиться в автошколу, отучился, получил категорию А, купил свой мотоцикл первый, себе 1000. Катаюсь с 2014 года практически не переставая. Бывает и зимой выезжаю. Вся жизнь полностью прошла с мотоциклом, вернее, Ява. То есть вся молодость, вся юность. Потом пересели на Жигули. Мне здесь 18 лет. Так получилось, что я вот первый стою. И опять же, вот видите, опять рули все в одну сторону, как вот сейчас у нас все это происходит. Все стоим достойно. И вот в то время, вот город Владивосток, там всего, вот навсего было столько мотоциклов. Я имею в виду Яв. Потому что я объяснил, что это очень труднодоступный был мотоцикл. Там были еще Планеты Спорт. А вот стоит Планета Спорт, кстати, вторая или третья, да. Это тоже друг мотоцикл наш советский, но он наполовину был японский. Мне не дадут соврать. Почему? Потому что наши инженеры не могли сделать того, что делают японцы. Отметим, что в этом году проведение байкерского фестиваля было под вопросом. Из-за введенных недавно мер безопасности его хотели отменить. Но власти пошли навстречу мотосообществу. Ведь байкеры все равно бы собрались. Когда только я увидел информацию о том, что у нас может не быть церемонии открытия, я понимал, что нам надо объединиться всем, кто хотел бы, чтобы в городе Владивостоке, та традиция, которая была 7 лет назад, 8 лет назад, которая была зарождена, она не прерывалась ни на день. Поэтому мы объединили все вместе ребята из Iron Tigers, ребята из Славды, лично Павла Юрьевича Серебрякова, ребята из группы Coin, Stage, ну кого еще назвать? Ребята, все клубы, все, кто приложил к этому хотя бы малое усилие, я благодарю лично. Мы в любом случае вот так же собрались бы, столько же людей бы было. Просто не здесь, а где-нибудь в другом месте. И, возможно, не так организованно. Но все равно бы собрались, все выехали, никому бы это не помешало. Фестиваль завершился построением мотоколонны. Байкеры проехали по Владивостоку, тем самым дав старт сезону 2024 года. Олег Завьялов, Степан Скляров, Ксения Быкова, Новости на Восьмом.